Подключились? Да, конечно. Подключайте трансляцию и, коллеги, наверное, давайте мы включим запись. Салават, включите, пожалуйста, запись. Кстати, вот тоже важный вопрос. Если я вот с этими контактными часами вынужден буду идти, я могу потом все посмотреть спокойно? Да, конечно. Запись будет выставлена на YouTube-канале «Альтернативы» и запись будет выставлена на сайт «Альтернативы». И всем участникам мы будем проделать ссылочки. Отлично. Безусловно, будем работать именно в таком режиме. Хорошо. Салават, у нас запись идет? Да, запись идет. Замечательно. Тогда добрый вечер всем уважаемые коллеги, товарищи. В данном случае мы товарищи по совместной научной и образовательной работе. Я рад, что мы начинаем этот курс. Он родился по инициативе нескольких марксистских объединений, объединений марксистских кружков. С одной стороны, Молодежный университет современного социализма, которому сейчас уже почти 30 лет. Начинали его действительно молодые ребята. Сейчас они ходят уже с седыми бородами. Но, тем не менее, эта сеть живет и побеждает. Плюс студенты разных факультетов МГУ, которым я и мои коллеги читали лекции по марксизму. Те обратились с просьбой делать серию лекций, в которых был воспроизведен курс, который в свое время слушали студенты экономического факультета МГУ и многих других университетов нашей страны. Курс по политической экономии и капитализму, в основу которого, безусловно, положен был тогда капитал Маркса. И сейчас основой этого курса будет капитал Маркс. Сегодняшняя лекция будет посвящена некоторому рассказу о том, почему этот курс актуален, во-первых, и где, и как он читается. Во-вторых, рассказу о структуре этого курса и основных проблемах, которые мы будем с вами рассматривать. В конце, естественно, я скажу несколько слов о модели нашей работы, поскольку не только лекции, но, как минимум, ваши вопросы, дискуссии, а по просьбе некоторых еще и экзамен. Как ни странно, нашлись замечательные коллеги, которые решили, что сдать экзамен будет полезно. Естественно, что никаких организационных выводов не будет, но вы для себя сможете поставить галочку, если захотите, это мы сделаем публично, если не захотите, не публично, и понять, в какой мере и насколько вы овладели этим материалом. Я представлю тех, кто будет читать этот курс. Сейчас не все подключены, к сожалению, преподаватели, поскольку нагрузка очень большая, и мы работаем в нескольких направлениях, на философском факультете, на экономическом факультете МГУ и так далее. Итак, курс читает Андрей Иванович Калганов, его сейчас нет с нами, доктор экономических наук, профессор, зав. лаборатории сравнительного анализа экономических систем МГУ. Андрей Иванович, как и я, Бузгалин Александр Владимирович, вели общий курс в политэкономии, спецсеминар по капиталу. Пока не распался Советский Союз и не изменилась программа, хотя спецсеминар оставался еще некоторое время на экономфаке. И затем многократно повторяли этот курс для разных общественных объединений. Читали лекции по капиталу Маркса в Китае, в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Даже удосужились, наверное, смогли добиться того, чтобы этот курс, несколько лекций послушали в Кембридже. Чем мы очень гордимся. Этот курс будут также читать представители молодого поколения постсоветской школы критического марксизма. В частности, Глеб Андреевич Маслов, старший научный сотрудник Института экономики и Центра современных марксистских исследований МГУ философского факультета. Возможно, Ольга Владимировна Борошкова, также старший научный сотрудник, кандидат наук, подключится к этому курсу. Собственно, институционально этот курс никак не позиционирован, во всех случаях, в формальном пространстве. Но читают этот курс руководители, сотрудники Центра современных марксистских исследований Философского факультета МГУ. Центр был создан при поддержке замечательного человека, большого ученого, очень интеллигентного в точном смысле этого слова и очень сильного, я бы сказал, по-настоящему гражданственно сильного человека. Миронова Владимира Васильевича, декана философского факультета МГУ, член КОРа Академии наук. Он, к сожалению, уже два года назад ушел от нас. Но традиции продолжаются и Центр живет. Это в основном общественное объединение, но имеющее формальный статус. Это маленькое вступление. У нас собралось, я думаю, критическое, если не большинство, то половина тех, кто зарегистрировался. К тому же эти лекции идут в качестве трансляции на сайте Альтернативы. Мы не всем выслали ссылку из тех, кто регистрировался. Часть коллег, я не могу сказать, в данном случае, товарищей, предпочли остаться не полностью представленными, а работать с теми, кого мы не знаем, со всеми, кто не хочет представиться. Мы не рискуем в режиме онлайн, в режиме зума. Дело в том, что широкая рассылка зум-ссылки приводила к тому, что возникали хакерские атаки и мешали нашей работе. Поэтому те, кто не хочет представляться, пожалуйста, вы слушайте лекции, смотрите лекции в трансляции, но не имейте возможности участвовать в диалоге и мешать тем, кто сейчас в зуме. Все остальные, если кто-то еще захочет привлечь своих коллег, друзей, знакомых, вы можете зарегистрироваться, ссылочка вам всем известна. Ну, пожалуй, вот это все организационные соображения. Пожалуй, нет, не всем. Я напомню, что работать мы будем каждую неделю. Во всяком случае, если у нас хватит на это пороха, я надеюсь, что хватит. В 7-15 вечера по средам в течение двух, двух с половиной месяцев посмотрим, как будет наше настроение. Участие, естественно, добровольное сугубо. Вы, безусловно, сможете задавать вопросы в конце лекции и вести некоторый диалог. Если захотите, знакомиться друг с другом, потому что вы можете общаться в чате и пользоваться чатом. То есть горизонтальные контакты всячески приветствуются. Тех, тех, кто может включить видео, я прошу включить видео, поскольку читать лекцию перед черненькими прямоугольничками очень неприятно. И хотелось бы хотя бы, не в живом, но в таком хотя бы отчасти живом формате, видеть, с кем мы говорим. Вот, пожалуй, это то, что я хотел вам сказать в качестве вступления. Какие-то организационные вопросы вы хотели бы задать коллегам? Ну, давайте их оставим до конца лекции, если они появятся. Итак, несколько слов о марксизме в современном образовательном и научном пространстве. Это важное предисловие, поскольку сегодня марксизм, во-первых, далеко ушел от капитала Маркса и других произведений Маркса и Энгельса. Поэтому изучать даже капитал, опираясь только на капитал, как ни странно, уже неправомерно. И я хочу это подчеркнуть специально. Я, пожалуй, более того скажу, что сам Маркс, когда писал «Капитал», он находился в процессе создания своих теоретических новых разработок, представлений их, отшлифовки их, подачи их, поиска во многом незаконченном. Поиска в диалоге со своими коллегами, не только с другом и ближайшим соратником Фридрихом Энгельсом, но и с другими участниками этого совместного процесса, в том числе с критиками марксизма. «Капитал» – это законченное произведение. В нем есть логика, в нем есть доказательность, есть выведение категорий. Но одновременно он и очень разнообразен по своему содержанию, по форме. Я позволю себе резкое заявление. Наверное, у многих это вызовет отторжение. Но в некоторых местах Маркс не дописал то, что очень нужно было бы дописать, прописать, объяснить, дообосновать. А где-то чрезмерно увлекся рассказом о том, что имеет историческую ценность, интересна как лаборатория мысли, но могло бы отсутствовать в книге, облегчая ее восприятие. Только один пример. Первая глава, который… Ведь он сам говорил, что это труднейшее место в «Капитале». В некотором смысле они с Гегелем повторили друг друга. Ну, наверное, Маркс все-таки повторил Гегеля, поскольку он с ним был очень хорошо знаком. Георгий Вильгельм Фридрих Гегель написал в начале «Науки логики» «Всякое начало трудно». Маркс повторил то же самое, сказав, что первая глава – это самый трудный. Наверное, не просто раздел, самый трудный, содержательный момент капитала. Суть и тайна всего последующего. Открытые в первой главе «Противоречия товара», «Двойственный характер труда товара» Маркс, Энгельс и их последователи считали величайшим открытием, одним из величайших открытий Маркса. И на это всего несколько десятков страниц. Описание положения рабочего класса, рабочего дня, фабрики, мануфактуры несоизмеримо, богаче, детальнее и так далее. Почему? Первая глава и проблема «Двойственного характера труда» вызвала огромные дебаты сразу после… ну, не сразу, наверное, через несколько лет началось, десятками лет продолжалось и продолжается обсуждение вопроса, что такое абстрактный труд. В чем тайна стоимость? Трактовок стоимости абстрактного труда за полтора столетия накопилось величайшее множество. Дискуссии не заканчиваются. Масса лакун. Поэтому можно ли понимать Маркса, только читая вот эту первую главу? Или все-таки надо погрузиться в, хотя бы немножко, в лабораторию дискуссии по поводу того, что написано Марксом? И более того, я скажу, что написано многими исследователями капиталом больше и глубже, чем самим Марксом. Это провокационное заявление, но я берусь это утверждать. И по методу Маркса, и по содержанию противоречий, которые там он описан. Поэтому этот курс я буду читать не только по капиталу. И я, и Андрей Колганов, и наши молодые коллеги будем читать его, опираясь на работы великих ученых, которые думали над этим капиталом, над этим текстом. Это разработки в области диалектического метода Энгельса, с которыми многие спорят. Это разработки в области диалектического метода Ленина, работавшего в диалоге с Гегелем. Ну, не в очном, естественно, диалоге, но в реальном диалоге, научном диалоге. Это интереснейшая трактовка товарного производства, противоречий товарного производства в работах Ульянова, посвященных историю становления капитализма в России и в последующих работах уже в период НЭПа, где есть масса интереснейших замечаний. Это дискуссия физиологистов и социологистов 20-х годов в Советском Союзе. Интереснейший спор о том, что такое абстрактный труд, а это субстанция стоимости. А стоимость – ключевая категория, трудовая теория стоимости – это ключевая проблема и вызов, и достижение марксизма. А какие интереснейшие тонкие дискуссии, моменты, нюансы были раскрыты в Капитале в период расцвета дискуссии об методе и содержании, прежде всего, первого отдела, начала в Советском Союзе в 60-70-е годы. Да действительно, великие умы, которые недооценены в мировом пространстве, Вазюлин, Ильенков, Эйвальд Васильевич, прежде всего, из философов, плеяда ученых великого уровня на кафедре политэкономии и экономического факультета МГУ Кесин Николай Владимирович, Тронев, Юткин. Удивительно тонкое понимание этой материи и удивительно тонкие дискуссии. Я постараюсь до вас это донести. Современные дискуссии в мировой литературе, которые ведутся об абстрактном и конкретном, о стоимости, трактовке стоимости аналитическим марксизмом, диалектиками, изучающими капитал. Христоф Артур, Берта Лолман, потом будут все эти имена. Постижение этого всего в Китае, где факультеты марксизма существуют в каждом крупном университете, сейчас уже не только в крупном, там даже в институтах физкультуры уже есть факультеты марксизма. И там есть очень много догматизма в преподавании марксизма, марксистской политэкономии, капитала, но есть и очень тонкие ученые. Мне доводилось читать лекции в разных университетах и в педагогическом периферийном университете в Китае. Мне задают вопрос, а как вы относитесь к книге Владимира Межуева «Маркс против марксизма»? Студент третьего курса, периферийный китайский педагогический университет. У нас даже марксисты, далеко не все знают книгу действительно очень тонкого социального философа Вадима Михайловича Межуева, к сожалению, ушедшего, где он показывает, что многие марксисты ушли далеко в сторону или вовне от Маркса и его идеи. Поэтому рассказ о капитале для вас будет не только по капиталу, экономическим рукописям Маркса, критике политэкономии Маркса, но и по работам последующих полутора столетий. Ну, в меру возможностей автора, безусловно, этих лекций. Где-то Бургалина, где-то Колганова, где-то Маслова, где-то Борошкова. Это очень важное предисловие, которое мне хотелось бы сделать. Второе предисловие, сегодня лекция будет, так сказать, из предисловий состоять. Второе предисловие, на мой взгляд, очень важное. Споры о том, насколько актуален капитал, идут фактически со мной в его появлении. Сначала они велись в пространстве, я бы сказал так, географическом. Первая же проблема, которая до сих пор не оставляет нас, как жителей России, это применимость капитала к российской экономике, к российскому обществу. Первоначально это спор, связанный с идеями народников, ну не только народников, а некоторой части марксистов, а о том, что Россия весьма специфична, но здесь есть свои условия и, возможно, своеобразное развитие капитализма или вообще не развитие капитализма, а движение к социализму, минуя капиталистическую стадию. Во всяком случае, в ее классическом виде индустриального развитого капитализма, как он описан в «Капитале Маркса». Знаменитая полемика вокруг письма Веры Засулич, на которую Маркс по-разному пытался ответить, думал об этом очень много. И не только он, и не только в этом письме. Переводчики капитала Лопатина и Даниэльсен, последующие переводчики капитала на Датимбелесе. Не меньше возникает вопросов о применимости капитала к другим пространствам. С самого момента его появления и вплоть до настоящего времени. Когда мы праздновали 200-летие Маркса, это был большой процесс во всем мире. В Московском университете был форум, его открывал ректор МГУ, академик Садовничий. Кстати, подчеркну, это важно, можете этим пользоваться, это опубликовано в журнале «Вестник МГУ». ректор МГУ сказал, во-первых, в университете нам удалось отстоять марксизм от дискредитации и нападок. И действительно, скажем, в университете не было увольнений марксистов. Большинство добровольно-принудительно переквалифицировалось в немарксистов и антимарксистов, но марксисты остались, работали и работали. В то время как, скажем, ФРГ при всей этих хвальбе демократии практически всех марксистов уволили, отправили на принудительную пенсию или просто уволили, лишив работы. Ректор МГУ тогда же сказал, что марксизм не имеет монополии на истину, но не преподавать, не изучать марксизм, не использовать его в научной работе, в МГУ нельзя. Коллеги, извините, я на буквально минуту должен отвлечься, у меня важный... Больше этого не будет, коллеги. Просто есть проблемы со здоровьем у тех, кто еще старше меня и кто очень близок к мне. Продолжим. Поэтому марксизм вошел вот в это пространство нашей жизни, но вошел на правах, если не маргинала, то меньшинства. Но меньшинства уважаемых. Я об этом специально говорю, потому что нас слушают те, кто учатся и учат в кружках в общественном пространстве. Мы можем опираться на то, что есть такой легальный, официальный базис для нашего официального легального пространства. Легальный марксизм в России современный. Легален, извините за то, что я три раза повторил одно и то же слово. Но это важно. Поскольку немало людей просто боятся прикоснуться к этому пространству, считают, что здесь что-то запретное, заразное, опасное для жизни, здоровья и всего остального. Нет. Единственное, чем опасен марксизм для жизни, это тем, что он открывает глаза на противоречие современному миру. И говоря о капитале, я много буду говорить о том, как конкретные положения теории Маркса открывают глаза на современный мир. Но вернемся к актуальности Маркса. Я сказал, что капитал оспаривался, как универсальная работа еще в XIX веке, исходя из того, что далеко не для всех стран он годится. Сегодня в России продолжают его оспаривать таким же образом. Есть огромное количество работ о том, что Маркс – это русофоб, о том, что капитал Маркса – это работа, которая написана только про западный мир и так далее. В этом сообществе, в нашем сообществе, я опровергать эту, мягко говоря, ненаучную полемику с марксизмом не буду, укажу только на одну деталь, очень важную в современном контексте, в контексте возрождающегося, или развивающегося, правильно не сказать, русского национализма. У Маркса есть очень много критики российского правительства, российской власти, самодержавия, но при этом он с глубочайшим уважением, как и его соратники, относился к культуре, литературе, языку, марксистам, революционерам, реформистам России, которые боролись за социальное освобождение. Поэтому для Маркса было две России. Россия бюрократов, крепостников, только-только формально освободивших крестьян. Россия, которую, по-моему, гораздо злее, чем Маркс, критиковал Салтыков-Щедрин и многие другие великие умы нашей страны. И Россия, те, кто переводил капитал, те, кто потом совершал революцию, те, кто потом развивался и развивал страну, ставшую при всех противоречиях интереснейшим, величайшим прорывом в будущее, в социализм и даже, пожалуй, в коммунизм. Вот это очень важная деталь. Даже не деталь, а положение. Второе очень важное положение, о котором я хотел сказать в связи с актуальностью Маркса. Маркс описал генетически всеобщие характеристики капитализма. Я это хочу подчеркнуть. Это не капитализм XIX века в Англии. Хотя капитал написан с массой примеров капитализма XIX, но не только XIX века в Англии. Капитал – это книга о генетически всеобщих характеристиках марксизма. Вот так же, как... Пожалуй, здесь надо маленькое пояснение. Я потом специально буду следующую лекцию читать по методу, но забегая вперед, скажу. Есть понятие генетически всеобщего. Кстати, понятие, идущее от Гегеля и Маркса, но разработанное Эвальдом Ильенком. Это его открытие. Одно из величайших открытий современной философии, дилектической логики. Понятие генетически всеобщего – это единство, связанное с происхождением. То есть, если вы посмотрите на, скажем, семейство Ивановых, где есть внуки-блондины, внучки-брюнетки. Ведь одни живут в Америке, другие живут в России. Одни дураки, другие гении. Одни ходят на двух ногах, другие спились и ползают на четвереньках. Кто-то урод, кто-то красавец. Что у них общего? У них общий предок Иванов. Они выросли из этого. Вот капитал характеризует то, из чего вырастает все многообразие капитализма XXI века. Эти родовые черты. И как таковой он универсально актуален. Хотя написан на примере капитализма XIX века. И капитализма английского. Вот это тонкий момент, но его надо иметь в виду. Из этого следует, что сегодня есть много конкретных капитализмов, как, впрочем, и было. Моделей, если хотите, форм капиталистического общества, капиталистического способа производства. Они очень сильно разнятся. Иногда они похожи друг на друга по внешним признакам. Но они имеют генетическое всеобщее единство. Опять немножко забегая вперед, я об этом специально скажу через неделю. Я всегда привожу пример общего и всеобщего. Давайте я вам задам уже маленький вопрос, только не отвечайте те, кто уже слушал мои лекции. Скажите, пожалуйста, где больше общего между дельфином и акулой или дельфином и мышью? Дельфином и мышью, наверное? Да, дельфиновая мышь. Я почему? Оба млекопитающие. Млекопитающие, да. Совершенно верно, да. У них родовое единство. Хотя внешне, посреди обитания, по манере поведения даже и так далее, акулой и дельфин очень трудно различимы. Вот капитал – это описание млекопитающих. Хотя дальше может быть мышь, слон, дельфин и так далее. Современная экономическая наука описывает, как правило, внешнее поведение. Общее между акулой и дельфином, если брать наш пример. Вот поэтому, говоря о актуальности капитала в современном мире, мы должны говорить об этих родовых чертах, которые показаны на примере конкретной системы капитализма Англии XIX века, где действительно классические черты классического капитализма показаны наибольшей адекватностью и полнотой. Из этого следует, однако, что эти родовые черты могли и должны были получить существенное развитие, измениться, иногда вплоть до неузнаваемости на уровне поверхностных форм в процессе исторического развития и многообразия капиталистических систем, распространившихся в настоящее время на весь мир. Политэкономы эпохи моего студенчества очень любили пример жёлуди, из которого вырастает дуб. Почему именно дуб был для нас примером, почему, как шутили тогда студенты, дубовая диалектика увлекала профессоров, я не знаю, но брали именно этот пример, там не семечко с яблоней или что-то другое. Давайте воспользуемся этим примером, опять-таки, чуть подробнее в следующий раз, когда будет речь о методе. Из этого жёлуди, родового, генетически всеобщего, капитализма выросло очень много разных деревьев. И дуб очень мало похож на жёлудь. Но, тем не менее, это вот система, которая так выросла. Поэтому мы с вами будем обращать внимание на современный капитализм, понимая, что он вырос и генетически всеобщий, точнее, не всеобщий, един с капитализмом, описанным в капитале, но при этом существенно различается. И вот здесь я, пожалуй, перейду к характеристике ключевых тем нашего курса и одновременно рассказываю о том, как мы будем говорить об этих отличиях, новых формах и проявлениях капитализма в условиях 21 века. Естественно, следующая лекция, как вы уже поняли, будет посвящена методу. Сегодня я несколько раз буду упоминать о разных аспектах этого метода капитала. Но, собственно, изучение начнётся через две недели с первой главы и с теорией товара. Для вас не секрет, что товар – это исходная категория, клеточка, как любили говорить мои учителя, да и сам Маркс и Ленин, клеточка капитализма. И его основа – это атомизированные производители, частные, обособленные производители. Труд в условиях товарного производства – это труд частный, с одной стороны, и осуществляющийся в условиях общественного разделения труда с другой стороны. Это труд по созданию товара, как пишет Маркс, вещи, имеющие потребительную стоимость и стоимость. что мы имеем сегодня? Ну, прежде всего, на место атомизированных производителей… Нет, вообще не плачет. Коллеги, пожалуйста, выключите звук, хорошо, если вы не задаете вопрос. На место атомизированных производителей пришли корпорации, сети, которые сами объединены в сети. Вот скажем, какая-нибудь корпорация Air France, давайте не будем трогать Аэрофлот. Сама из себя представляющая сеть различных предприятий. От маркетинговых и сервисных до, я не знаю, уборщиков самолетов. Самые разные люди, предприятия и так далее. Эта сеть объединена в другую сеть SkyTeam, в которую входит еще десяток корпораций, которые действуют как единая система. И они все подчиняют себе определенную серию клиентов через свои карточки, скидки, льготы, рекламу, пиар и так далее. И они все могут быть охарактеризованы как атомизированный производитель, один из многих производящих одинаковую продукцию или нет. При том, что все остальные сети One World и так далее работают по тем же стандартам, с едиными правилами техники безопасности, нормами правилового багажа, практически едиными, чуть-чуть с вариациями и так далее. И даже ценами удивительно похожи. Это капитализм, это товарное производство, это товар, описанный в капитале или это что-то другое? Я скажу, да, это товар, описанный в капитале, но очень сильно модифицирован. И на товар, описанный в капитале, эта система похожа так же, как старый дуб, который наполовину, сгнил наполовину, очень мощен, похож на желудь. Поэтому в основном я буду вам рассказывать про желудь. Про товар, как он описан в капитале, с добавлением всего, что написали про товарное производство и его противоречия исследователи капитала Маркса, Троннев, Хессин, Ильенков, Вазюлин, американские, английские, китайские коллеги. Но в конце этой лекции обязательно что-то будет сказано про современный рынок. Более того, окажется, что современный рынок это бытие в качестве товара не только вещей, но и знаков, которые не имеют вечного содержания. Есть понятие такое симулякор в постмодернизме. Знак, который не имеет обозначаемого. Знаете, как у чеширского кота. Кот аж ушел, улыбка осталась. Вот сейчас я вас просто интригую. Но вы с этими знаками сталкивались. На самом деле сталкиваетесь постоянно в своей жизни. Сегодня рынок это в значительной степени рынок симуляк. Но это все равно товар. На симуляк все равно затрачивается труд. Но не по производству товара, а по производству знака. И так далее, и тому подобное. Вот мы про это будем говорить. Итак, первое это будет товар. Очень существенный момент. Сразу просто его обозначу. не знаю сталкивались вы или нет, но вот я всю свою жизнь ученого и преподавателя больше сорока лет сталкиваюсь с создателями новой теории стоимости. Это энергетические теории стоимости, физиологические теории стоимости, информационные теории стоимости и так далее. По-разному интерпретируется труд, интерпретируется вообще не труд, но при этом они все создают теорию стоимости. Где здесь нарушение Маркса в самом исходном пункте? Даже не в том дело, что трудовую теорию стоимости отвергают. Дело в том, что стоимость это не универсальная категория в капитале Маркса, как и все остальные категории. И вот здесь на этом примере я сразу хочу оговорить предмет капитала. У нас сегодня лекция такая в режиме размышления, а не конкретно четко сформулированных предмет капитала это рыночная капиталистическая система или это экономика вообще, в которой есть стоимость всегда и везде. Как ни странно, это очень большой спор, причем во многом неявный. Огромное количество современных марксистов, в том числе марксистов зарубежных, практически вся школа аналитического марксизма, стоимость трактует не как категорию исключительно товарно-капиталистической системы, а как некую универсальную систему измерения затрат в условиях общественного производства. Так встает вопрос, в чем предмет капитала. Какая это одна конкретно историческая система или вообще все везде. в частности на примере категории стоимости. Вот в данном случае немножко опять методология. Если мы определяем желудь, его границы и предел его развития, то мы определяем все, что будет потом. Весь дуб в его историческом развитии и богатстве происхождения. Мы говорим все, что дуб вырастающий желуди или желуд прорастающий в дуб, это не предмет нашего исследования. семечки, из которых вырастают яблони, споры, из которых растет какой-нибудь клен, или я не специалист по ботанике, извините, еще что-нибудь в таком же духе, и уж тем более не яички, из которых вылупляются курицы или там соловьи. Итак, давайте сразу сформулируем вот этот момент и зафиксируем его для себя. Предмет капитала это определенные исторические и теоретические конкретные исторические и теоретические системы производственных отношений, а не вообще какая-то экономика. Казалось бы, очевидно, но очень важно, потому что из этого следует, что стоимости вне рыночно-капиталистической системы нет. И потребительной стоимости товара нет. Полезность вещи есть, а потребительной стоимости товара нет. Следовательно, когда мы будем заниматься товаром, нам надо будет сказать, что такое потребительная стоимость товара, в отличие от потребительной стоимости вообще. А стоимость это вообще, то есть не вообще, а стоимость есть категория исключительно товара для Маркса. И другой стоимости, кроме стоимости товара, у Маркса нет. Для аналитического марксизма это не так. Для многих современных ученых стоимость есть везде. Вот когда вы на даче сажаете картошку и сами ее съедаете, для них тоже есть стоимость. Хотя с точки зрения Маркса, это натуральное хозяйство, там стоимости нет, товара нет, товарного производства. Итак, конкретные, исторические, теоретические, логические, если говорить свой языком методологии, система производственных отношений, соответственно, система категории их отражающих. Отсюда следующий вопрос, а какая система производственных отношений? Вот что Маркс изучает? Он изучает любое товарное производство, из которого вырастает капитализм, или он изучает только капитализм? А товарное производство имеет внешнее сходство с товаром при капитализме в силу каких-то непонятно каких причин. Это очень длинный, более столетия живущий, спор о предмете первого тома капитала. Одни ученые говорят, что это товар, товарное производство, из которого закономерно вырастает капитализм, и ничего другого вырасти из товарного производства не может. Ни социализм, ни феодализм, ни азиатский способ производства, из товарного производства вырастает капитализм. Соответственно, Маркс изучает товарное производство и вырастающий из него капитализм в единстве в едином историческом процессе. Позиция Хессина, Ильенкова, если говорить о пространстве советской творческой политической экономии. Другая позиция. Позиция Тронева, отчасти Вазюлина, Кристоф Артур, американские ученые. Да, из англичан Шон Сойерс ближе к Хессину по своей позиции. Другая позиция. Маркс описывает капитали и изучает, отражая в капитале только развитую систему, индустриальный капитализм. А сходство с товарным производством, ну да, есть сходство. Ну и что? Казалось бы, чисто схоластический спор. Но этот схоластический спор превратился в политическую, идеологическую, революционную и контрреволюционную борьбу рыночников и антирыночников в Советском Союзе. Закончился в конечном итоге теоретическим обоснованием Ельцинского, чего вы хотите, переворот, контрреволюция или величайшая победа в либеральной системе. Прямой связи нет. Но теоретическая, металлогическая конва присутствует. Если из товара не обязательно вырастает капитализм, то можно, развивая товарное производство, вырастить все, что угодно. Рынок есть полезный продукт, технически совместимый с любой другой общественной системой. В частности, в Китае первоначальный импульс эпохи Дан Сиопина. Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Рынок – это кошка, которая ловит мышей, поэтому она может быть серой, красной, серо-бурмалиновой в полосочку, это не имеет никакого значения. Это все равно. Выяснилось, что не все равно. Из рынка вырос капитализм. Выросли монополии, выросло социальное неравенство, выросло все, вплоть до забастовок и проблемы классовой борьбы. Не прошло и тридцати лет. На самом деле, это появилось практически сразу. В этом смысле Китай, как и НЭП, как и любой другой пример, оказался подтверждением правоты моего учителя Николая Владимировича Хессина, который, в свою очередь, учился у Владимира Ленина, который, в свою очередь, вырос на капиталь. И, казалось бы, абстрактный спор о том, в чем предмет первого дела первого тома, оказался очень практическим, политическим, идеологическим, не просто спором, по теоретическим, металлогическим обоснованиям определенных политических выводов. Еще разочек. Если капитализм и только изучается в капитале, то товарное производство к нему не имеет прямого отношения. Это некий нейтральный механизм. Механизм, который позволяет считать издержки, калькулировать, себестоимость, прибыль. Это все очень удобно и можно использовать для любой системы. Развивая рынок, мы никаких проблем себе не создаем. Мы просто делаем, кормим кошку, которая хорошо ловит мышей. Все. Другая позиция. Предмет капитала Маркса, книги «Капитал Маркс» и реально генетическая единая система. Это система производственных отношений, развивающаяся из товарного производства в капитализм. Масса вопросов исторических, теоретических и так далее. Поэтому сам капитал на этот вопрос ответ не дает. Скажу вам честно. Есть несколько цитат Маркса из экономических рукописей, из предисловия-послесловия, которые по-разному трактовали в спорах, соответственно, профессора и студенты, изучавшие капиталы, трактуют до сих пор. Но проблема остается открытой. И мы будем, в том числе не просто читать капитал, а будем разбираться с тем, какая проблема за этим скрыта. Разбирая конкретные категории капитала и лишь потом комментируя этот вопрос. Но к чему я? К тому, что это крайне актуально. Понимаете, с одной стороны, актуальна даже просто абстрактная постановка в капитале Маркса о товарном производстве. Потому что он генетически выводит из товарного производства, из товара деньги, из денег капитал, из капитала эксплуатацию, концентрацию капитала, все, вплоть до монополий, дальше единая цепочка генетическая. Желудь, который порождает дуб. Или как-то иначе. Вот это только первый блок, на который мы потратим, наверное, неделю или две, посвятив следующую лекцию методологии. Рассказывая об этом блоке, я, по сути дела, поставил проблему предмета первого тома капитала, да и капитала в целом. Извините. Второй блок тем, проблем, с которыми мы будем работать, это проблемы денег. С одной стороны, это только одна глава, третья глава первого тома капитал. Хотя, естественно, потом Маркс много раз возвращается к проблеме денег в разных вариантах, в разных постановках и так далее. Всего одна глава. Но какое множество, опять-таки, проблем и чисто академических, связанных с капиталом, и сугубо актуальных, связанных, совсем вплоть до современных споров Глазева и Набиулиной по поводу того, как хорошо или плохо устроена финансовая система России. Ну, казалось бы, где Глазев, где Набиулина, а где капитал Маркса? Причем здесь это то? Я сейчас только намекну, причем, а потом покажу, где связка. И когда мы будем смотреть на трактовку денег к капиталю, мы будем большей частью смотреть на трактовку денег к капиталю, но меньшей частью обязательно выйдем на современные проблемы. Итак, деньги с их функциями. Деньги, которые могут получить совершенно разную трактовку. Начиная от того, что это просто удобные механизмы, которые люди придумали, чтобы было удобно обмениваться, заканчивая тем, что это производственные отношения, которые господствуют над людьми, порождая денежные фетиши. Деньги как всеобщий эквивалент, и если это всеобщий эквивалент, то есть то, на что обмениваются все, то, в чем все измеряют свою стоимость, то при помощи чего все осуществляют обмен, то при помощи чего все получают благо, то оказывается, что это в некотором смысле ключик к пониманию фраз нескольких министров финансов самых разных стран. Эти министры сказали, экономика – это деньги. Там, где нет денег, нет экономики. Занимайтесь деньгами, и экономика будет в порядке. Целая теория монетаризма и практика монетаризма неолиберального, опять капитализма, в котором господствуют финансовый капитал и так далее. Я уже не говорю об очевидных вопросах типа инфляции, который напрямую связан с формулой количества денег в обращении Маркса, но напрямую связан через длинную генетическую цепочку, как связан там, пусть не желудь, но маленький росточек из этого желудя дуба и этот самый дуб, на котором куча желудей и росточков в виде денежек. Помните, у Баратино там было, надо было посадить золотое и вырастет дерево, на котором будет много золотых монеток. Вот выросло дерево. Вот такая история. Соответственно, мало будет нам просто понять, что такое функция денег, как меры стоимости, что такое функция денег, как средство обращения, мировые деньги, сокровища и так далее, точнее исторические сокровища и так далее. Нам надо будет понять противоречия этих денег, тайну денег, как всеобщие эквиваленты, денежного фетишизма и всего остального. И понять заодно, почему, вот скажем, в современном мире начинается спор на уровне государственной идеологии. Прагматизм, материальное, как сейчас говорят, или духовное, в чем приоритет? Идея российской цивилизации, как цивилизации, где духовное господствует над материальным. Если мы посмотрим внимательно на теорию Маркса, капитал, то выяснится, что дело в том, что рыночно-капиталистическая система, и в частности деньги, как ее элемент, всеобщий эквивалент, порождают соответствующий тип поведения, ценностей, мотивации сознания. Поведение, ориентированного на деньги, мотивации при помощи денег, денег как универсальной ценности. И в той мере, в какой развито товарное производство, в любой стране, в Китае, в Индии, в Африке, в Азии, в Европе, я не знаю, народов севера, народов юга, ценности трансформируются. Не перестанут уважать богов, не перестанут уважать детей или предков, не перестанут думать о любви, они будут думать о деньгах. В той мере, в какой развитое рыночно-капиталистическая система. В той мере, в какой остались пережитки добрую разной системы, они будут думать о том, что надо славить Бога и царя. В той мере, в какой развиваются элементы социализма, они будут думать о том, что ценностью является солидарность, создание нового справедливого общества, социальное освобождение и так далее. А в той мере, в какой господствует капитализм и рынок, они будут думать о деньгах и действовать в соответствии с деньгами, как универсальной ценностью. Актуально это? Да. Можно прямо взять теорию денег Маркса и применить к осуществлению финансовой политики в современном мире, в любой стране, в том числе в России? Нет. Требуется посмотреть, как из этих денег выросли денежки, которые висят на дубе, а не те денежки, которые были в самом начале в маленьком росточке. Следующий шаг. Всеобщая формула капитала. Деньги, которые приносят деньги с приростом. Эта формула просто гениальная. Ее противоречит. Потому что в эквивалентном обмене из 100 долларов получиться 100 долларов в конце не может. 100 долларов поменяли на товар, который 100 долларов, а потом этот товар почему-то поменяли на деньги, сумма которых 110 долларов. Откуда появились эти 10 долларов? Если считать на миллиарды, гораздо лучше получается, веселее. Было 10 миллиардов, поменяли на товар, который стоит 10 миллиардов. Что-то там произошло такое тайное, заклинание произнесли, абракадабра. В результате появилось 11 миллиардов. Как? Вот Маркс потом ответит на вопрос, как. Но самое главное, что он поймал, не поймал, открыл, вывел, обосновал, вывел. Всеобщую формулу капитала, которая показывает, что все то, что превращает 100 долларов в 110 или 10 миллиардов в 11 миллиардов, это и есть капитал как общественные отношения и как процесс. По форме, а за этой формой может быть скрыто что угодно. Этой формой может быть скрыт грабеж, война, человеческий капитал, хотя человек не может быть капиталом, человек не капитал по своему определению, интеллектуальный капитал, виртуальный, нематериальный и прочее. Но всеобщая формула капитала найдена и поставлена загадка. А как так происходит, что вот эти самые 10 миллиардов превращаются в 11? Самое смешное, что никакая другая наука, кроме марксизма, этот вопрос не ставит вообще в прямом смысле слова. Они просто берут в качестве констатации и говорят, хорошо, что получается. В лучшем случае объявляют, что капитал обладает свойством создавать прибыль. Почему обладает? Обладает и все. Еще предпринимательские способности создают прибыль, еще воздержание создает прибыль, еще что-то не создает прибыль. Но это постулируется. Не объясняется, не выводится, не доказывается, просто постулируется. Так функционирует система. Это главное доказательство. В капитале это доказывается, но доказывается так, что оказывается... Извините, какой стишок детский получился, да? Доказывается так, что оказывается. Доказывается, что не создает капитал, не создает сам по себе. Так сказать, природный, материальный объект, или станок, или еще что-нибудь. Интеллектуальный актив не создают эти дополнительные 10 долларов или миллиард. А их создает только наемный рабочий, который эксплуатируется. Вот здесь дальше возникает следующая тайна марксизма и ключевой вопрос современности. Как, впрочем, и 19 века, и даже 18-го, и 15 века капитал существует давно. Вопрос о том, действительно ли происходит эксплуатация наемных рабочих и присвоение чужого неоплаченного труда, и это тайна большинства состояний миллионеров и миллиардеров, или же нет. Вопрос ключевой. Это основа фактически всей идейной борьбы. Либерал будет доказывать, нет, нет эксплуатации. Есть талантливые и трудолюбивые, и они богатые. А бедных вообще нет, есть только ленивые. Ключевой постулат либерализма. Это без шуток. Дальше много всяких разных производных. Ну вот знаменитая книжка, это «Атлант расправил пречи», все время забываю, как автора зовут. Я говорю, даму. Анна Рент. Анна Рент. Вот, спасибо, да. Вот вы помните, я ее... Наверное, действует принцип «забыть Герострата». Знаете, вот я хочу ее забыть и забываю. Собственно, вся книга, которой восхищается огромное количество, надеющиеся превратиться в миллионеров, по полу... нет, протолиберальных студентов, вообще молодых людей и девушек. Вот она вся посвящена доказательству того, что эксплуатации нет. Есть талант и трудолюбие у одних, и леди у других. Все. Вся тайна капитализма. Капитал – это доказательство того, что есть эксплуатация. Трудное доказательство, сложное, и мы с ним будем очень активно и тщательно разбираться. И более того, постараемся не просто показать, как, но именно доказать и показать гораздо большее, что в современных условиях из этой классической эксплуатации индустриального наемного рабочего вырастает в гораздо более богатые палитры отношения эксплуатации вплоть до эксплуатации интеллектуального работника, эксплуатации природы, эксплуатации культуры, которые на самом деле приводят к присвоению не прибыли, как формы прибавочной стоимости, а к присвоению интеллектуальной ренты. Прибавочные стоимости прибыли никуда не исчезают, индустриальные рабочие не исчезли, их стало больше, чем когда-либо в 21 веке. Но наряду с этим появилось еще и нечто новое. Это новое мы дополним в качестве постскриптума к теории эксплуатации Маркса. А заодно посмотрим на такие тонкие вещи, как подчинение труда капиталу формально и реально. И заодно посмотрим на то, как можно освободиться от формального реального подчинения труда капиталу и присвоения прибавочной стоимости капиталам неравенства и эксплуатации. И выяснится, что просто превратить собственность в государственную недостаточно, для того, чтобы не было эксплуатации, для того, чтобы не было наемного труда, для того, чтобы не было подчинения труда и так далее. И выводы эти будут очень тонкими и важными. Важными для понимания всего, вплоть до жизненной позиции человека, который сможет наконец разобраться, кого эксплуатируют, кого нет, кто кому подчинен, как разобраться с тем, что человек подчиняет не только капитал, как производственные отношения, но и технология, созданная капиталом. Индустриальная технология, машина, конвейер особенно, превращает человека в придаток машины, винтик или какой-нибудь рычаг на компьютере. Отчуждает в него человеческую сущность. Потому что человеческая сущность – это творческая самостоятельная постановка целей, определение средств и результатов, и присвоение этих результатов. Это все отчуждено. В чем отчуждено даже не только производственными отношениями силы и капитал, отчуждено самой технологией. Когда вы переходите к социализму, экспроприаторов экспроприируют, но оставляете конвейер, человек все равно остается винтиком при конвейере. И поэтому огромное количество критиков Советского Союза говорили, что рабочие, что в СССР на фабрике газ, что в Америке на фабрике Форда одинаково эксплуатируются, одинаково подчинен, одинаково не человек. Правда? Наполовину. Потому что есть формальное подчинение, формальное освобождение труда. И когда труд освобожден формально, когда человек хозяин на своем предприятии, управляет им, присваивает результаты труда, и не только на предприятии, на общенародном масштабе, тогда этот человек формально освобождается в сфере производственных отношений. А в сфере технологии производительных сил он подчинен по-прежнему. Он раб конвейера. Противоречие. Противоречие социализму. Которое может быть разрешено так, что восстановится капитализм, потому что технология к этому вполне подталкивает. А может быть так, что технологию изменит. Человек превратится в творческую личность, занимающуюся наукой, искусством, инженерной деятельностью, программированием, медициной и так далее. Вы скажете, причем здесь капитал, при том, что Маркс показал тончайшую связь, формальное и реальное подчинение труда капиталу как один из важнейших компонентов теории эксплуатации, на которые не обращают внимание. И при этом выяснится, что на самом деле в капитале про это написано мало, а в экономических и философских рукописях написано много. То есть в экономических рукописях 1957-1959 годов и в последующих работах, подготовительных материалов капитала. И в четвертом томе капитала, где теория прибавочной стоимости написана. А еще больше написано, как ни странно, в хороших советских учебниках на эту тему, где все эти обрывочные высказывания Маркса собраны в идее. Поэтому мы будем не только читать капитал. А в современных условиях еще выяснится, что есть проблема подчинения капиталу креативного труда, и тут масса всяких разных интересных нюансов. Ну и, наконец, последний раздел, который мы, наверное, успеем вот в рамках нашего короткого курса посмотреть, это раздел, посвященный воспроизводству, воспроизводству производительных сил и производственных отношений. Мы выясним, что капитализм стимулирует научно-технический прогресс, но одновременно ограничивает его. Ну, для вас это не тайна, для меня тоже, да и для большинства окружающих нас с вами людей. Но выяснится еще один интересный момент, что производственные отношения капитализма формируют определенный тип научно-технического прогресса. Ну, в частности, они пытаются всех посадить на частный автомобиль. В частности, они пытаются каждому навязать необходимости иметь до бесконечности вещей, тремиться жить в замке и так далее, и тому подобное. Вечный тип прогресса, прогресс, создающий предпосылки и средства удовлетворения, потребности в мире потребления, в обществе потребления. Технологический прогресс, где человек принесен в жертву, и природа принесена в жертву вот этому молоху мертвого труда, веществленного труда. Это технический прогресс, который порождается капитализм. Сегодня он, к тому же, еще и ушел вообще в сторону материального производства, но это особая тема. Вот так воспроизводятся производительные силы. Еще они воспроизводятся так, что растет органическое строение труда, органическое строение капитала, извините за оговорку, и рождается новая система проблем в виде закона тенденции нормы прибыли к понижению. Мы чуть-чуть перескочим в третий том капитала. Воспроизводится производственное отношение, так что растет социальное неравенство. Действует закон капиталистического накопления. Мы с вами будем обсуждать еще и еще раз, действительно ли бедные становятся беднее, богатые и богаче. Чуть-чуть забегая вперед, даже на чуть-чуть, это будет последняя тема. Мы с вами будем думать о том, почему, если бедные становятся беднее, богатые и богаче, наемные рабочие в США и ФРГ сегодня работают 36 часов, имеют квартиру или домик, имеют машину или две на семью. Тогда как в 19 веке он жил в бараке, а то и в лачуге какой-то, где теснилось несколько семей, работал без выходных, 12-14 часов, жил 40 лет, а не 80, как сейчас. Где же тут обнищение-то? Где неравенство? Вот в свое время даже в Советском Союзе объясняли, что да, ситуация изменилась туда-сюда. Вопрос, почему изменилась? У Маркса есть ответ на этот вопрос, а еще больше есть ответ у Ленина и последующих марксистов. Ответ, очевидно, простой, но не всегда используемый нами. Да, собственные законы капитализма ведут к тому, что бедные становятся беднее, богат, то и богаче. Происходит, действует всеобщий закон капиталистического накопления. И Маркс его обосновал. Но есть еще один фактор. Классовая борьба наемных рабочих за свои права. Эта борьба, это социальное творчество людей изменяет ситуацию. Да, рабочий жил бы по-прежнему ужасно, если бы не. Это борьба, которая привела к тому, что капиталисты забирают 50% личного дохода, прогрессивный подоходный налог. В ФРГ существует наполовину бесплатное образование и многое другое. Пособие по безработице огромное. И попробуйте это отнять. Вы получите массовое выступление пролетариата. Что, собственно, и происходило в протяжении конца 19-го, всего 20-го века, и происходит сейчас. Во Франции попробовали увеличить на два года пенсионный возраст. Там идут миллионные манифестации уже которую неделю. Это раз. И два, второй фактор – технический прогресс, который приводит к усложнению труда и удорожанию рабочей силы. Это второй фактор. Марксом отмечается несколько раз в разных моментах. Но в капитале напрямую не прописан. Поэтому мы с вами не просто будем читать капитал. Мы, собственно, будем работать с современным марксизмом, опирающимся на капитал Маркса, но ушедшим дальше капитала Маркса. Ну, завершит все это, наверное, система каких-то дискуссий, может быть, семинар достаточно пространный. Ну, и вообще я постараюсь оставлять побольше времени на такой вольный разговор. Нормальные лекции идут полтора часа. Я думаю, что их читать будут не больше часа. Сегодня я все-таки немножко увлекся. Хотя нет, впрочем, чуть-чуть увлекся, да, сколько там, 23 минуты или 30 минуты, 23 минуты. Ну, значит, только чуть-чуть увлекся. Значит, будем оставлять минут 15, 20, 30, сколько вы захотите для разговора, вопросов и ответов. Ну, и поскольку я формальные вещи объяснял в самом начале, как будет все устроено, я еще раз подчеркиваю, что вы можете получать, ну, эта ссылка будет работать постоянно, мы будем вам напоминать и высылать ее. Можете ссылкой делиться, но желательно, чтобы люди регистрировались. Я вас прошу просто так не посылать ссылку своим знакомым, поскольку я опасаюсь хакерских атак у нас на многих семинарах Центра маркетинских исследований врывались в наш процесс с очень некрасивыми, не знаю, как сказать, некрасивыми некрасивостями, да, не будем обзываться, и срывали нашу работу. Поэтому трансляция на сайте альтернатив, пожалуйста, там для всех. Там сложно провести хакерскую атаку, а эти вопросы, ответы и серьезная работа только тех, кого вы лично знаете и гарантируете, что они не устроят чего-нибудь неподобающего. Ну, на плохой ноте я заканчивать не хочу, значит, еще разочек. Если вы хотите всерьез работать, то вам мало слушать лекции. Вам надо читать литературу, думать, спрашивать, разбираться, что-то комментировать и так далее. Вы это прекрасно знаете. Это примерно так же, как прослушать лекции о том, как водить автомобиль. После этого на автомобиле ехать не удастся, если у вас не будет хотя бы какого-то опыта вождения. Желательно с инструктором. К сожалению, провести семинары для большого количества участников записалось у нас почти полсотни человек. Реально участвуют сейчас намного меньше, но все равно участвуют. Поэтому давайте мы сделаем так, что только вопросы-ответы в Молодежном университете современного социализма, в серии «Кружков вектор» вы сможете все это обсуждать. Ну и если кто-то успешно сдаст экзамен, мы договорились, что у нас будет экзамен в конце для желающих. Кто не хочет, не сдавайте. Вот для самоконтроля. Кто успешно сдаст экзамен, у нас периодически, я бы сказал, даже систематически, работает спецсеминар по капиталу. Для тех, кто уже с ним разобрался, но хочет вникнуть в детали. Вот сейчас параллельно идет спецсеминар по капиталу, на который мы отобрали 10 человек. Ну реально будет, наверное, работать 7. Больше трудно делать. И мы с Андреем Ивановичем Колгановым ведем этот семинар, где профессора говорят мало, а говорят много участники этого семинара. Там разные люди, и доктора наук, и студенты, и те, кто не имеет непосредственного отношения к процессу образования, но всерьез разбирается в этом важном вопросе, в капитале Маркса и его актуальности. Ну, пожалуй, я на этом закончу, друзья. Сейчас тур вопросов и ответов. Пожалуйста, у нас тут появился режим сейчас. Александр Владимирович, перостанавливаем. Да. Друзья, пожалуйста, ваши вопросы. Давайте сначала устно, только вы, пожалуйста, поднимайте руки. Есть вот тут такой значок. Спасибо.